Почему у вас такой бардак? Почему вы травите детей? Потому что у нас нет людей, и мы не успеваем... А, то есть вы дальше будете травить детей, правильно? Нет, постараемся. Постараетесь не делать. А что вы сделаете для того, чтобы это не делать? Это у вас не первый раз уже, по моей информации. Не первый раз. И что теперь сделать? Умереть от этого? То, что у вас на полках валяется просроченный товар, и вы не хотите его пробивать. Законы почитайте хорошенечко, и потом уже на основании этих законов приходите и проводите свои мошеннические действия в целях обогащения. Мошеннические действия. Я присяду, пожалуйста, на магазин круглосуточный. Не мешайте покупать мошеннику покупку совершать. Спасибо. А куда вы сели, молодой человек? Вы выйдете из заказа, выйдете. Вот сейчас я напишу заявление, скажу, что видео у меня здесь не покажут. А в каше не понадобится тысяча рублей. Встаньте из заказа в узла. Из заказа в узла встаньте. А я жал, получается, встаньте. Встаньте из заказа в узла. Нет, я жду полицию, пусть меня арестуют за то, что я что-то украшу. Да, у нас здоровье прибавляется. Кто я? Больной силой. Ну, это по традиции. Да, я больной силой. Расчетный касс в узла, на котором сидят материально ответственные люди. Он очень ответственный. Я вам ответственно заявляю, что это ответственный человек. И вы не можете выкладывать. Ой, слушайте, закройте лучше. Вот не надо. Вот не надо этого говорить. Это глупости вы сейчас говорите. Я вот считаю, что вы сейчас... Я не слышу вас абсолютно. Вы какие-то глупости несете. Мне вот это вообще не нравится, то, что вы сейчас говорите. Какой раз... Все, ничего мы не слышали. Человек, неизвестный человек какой-то подошел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас там есть и внутренние документы, конечно. Но вы знакомы ли? Да, в вустной форме ознакомили. Пусть позвонят на горячую линию, узнают. Все расскажут. Потому что этим пользуются только мошенники, такие, как они. Которые работать не хотят, к сожалению. И ходят по магазинам, занимаются этими вещами. Не во благо покупателя, уверяя, а во благо себя. Я вас ознакомлюсь внутренним приказом. Чтобы обогатиться таким образом. Просто управляющая компания... Вам объясняют, что акция лояльности, на которой вы настаиваете, она закончила действие месяц назад, уважаемые. Я настаиваю. В том, что вам сделают, это вернут деньги за этот товар и заберут его для того, чтобы списать и утилизировать. Понятно? Дело в том, что я тут появился полчаса назад, и я вообще ни на чем не настаиваю. Гораздо дольше. Да, дольше? Да, вы здесь находитесь нежели чем больше. Сколько? Я должна вам на это вопрос ответить? Я что, у вас на допросе у меня вызывали документы? Давайте вызову. Хотите? Да, вызвите, попробуйте. Хорошо. Хорошо. А по просрочке ничего, что у вас детское питание там просрочек нет? Какое детское питание? Детское питание. Какое именно? Тема. Детское питание, тема, кефир, детский, превзначен для детей до 6 лет. И вы из-за этого, из-за благого побуждения, требуете, чтобы вам дали хорошие товары взамен от этого? Конечно. Я требую. Да. Нет, а что, вы что сейчас хотите? Вы что сейчас хотите? Я хочу у вас узнать, как управляющий магазин, вот как мне полицейский сообщил, почему у вас такой бардак, почему вы травите детей? Потому что у нас нет людей, и мы не успеваем... А, то есть вы дальше будете травить детей, правильно? Нет, постараемся. Постараетесь не делать. А что вы сделаете для того, чтобы это не делать? Это у вас не первый раз уже, по моей информации. А что теперь сделать? Умереть от этого? Закрыть магазин и выйти. Ну, давайте, закроем и выйдем. Закрывайте. Закрывайте. Вы уверены, что вы сможете это сделать? У вас есть основания для этого? У вас есть основания. У меня нет для этого оснований. Почему? А то есть вы дальше будете травить детей, правильно? Никто детей не травит. В смысле не травит? Не надо давить на это. Я еще раз повторяю. Цель вашего визита, что вы хотите? Вы купили просрочку. Теперь будем привлекать вас к ответственности. Привлекайте, пишите заявление, убирайтесь с кассы. Все, никаких проблем. А кто на кассе достоин? Там люди хотят купить товары, все, не более того. Какие люди хотят купить? Вон, там несколько молодых людей. Ваши товары, они не купят этот товар. Они не купят этот товар. Почему не купят? Потому что его не пробьют. Почему? Потому что у кассира есть обязанность, он не имеет права пробить вам такой товар. То есть он может кому хочет пробивая, а кому quit? Никому хочет. А как? Если он увидел, что это просроченный товар, он не будет его пробивать никому. Ну то есть нормально то, что у вас на полках валяется просроченный товар и вы не хотите его пробивать? А лежит. И есть разные законы, да? Есть разные законы. А по какому закону продавец может не пробивать товар? По такому закону, что он расписался утром об ответственности за пробитие просроченного товара. Понятно? То есть в вашей внутренней компании есть ответственность? Я с вами больше не дискутирую. Вы что хотите? Вам сейчас делают вас, ах что? чтобы закрыли магазин уволились а еще сели в тюрьму затравлю детей вот я хочу это а я не травлю детей а я не травлю детей и меня в женскую тюрьму вряд ли посадят ну конечно есть только вы пол смените я тоже значит мы там не в этом так любезно очень улыбались друг другу смотри человеком возможно вы поменялись честно вам скажу мы гетеросексуала незаметно я еще раз вам объясняю вам сделают возврат и больше не будет ничего так вы требования наши готовы выполнить какие закрыть магазин и не торговать большим просрочкой нет никто магазин не закроет почему потому что потому что вы закройте магазин причем там никто не закрой добровольно то что вы не будете и даже если приедет полиция почему не имеет правду мы тебя не имеет права абсолютно никакого вот владимир закон а почитайте хорошенечко и потом уже на основании этих законов приходите и проводите свои мошеннические действия мошеннический обогащение а вы заявлением соленам машине напишите пишите обязательно пишите за максимально пишите за ваш полицейский да и идиотнической да да и он учится себя вести нормально хорошо у вас наверное да вы спросили что мы хотели мы вам сказали что мы хотели что вы закрыли магазин варила пол сменить не говорила так это санкция статьи предусматривает лишение свободы 6 лет причем тут санкции статьи вы мне предлагали пол сменить я у вас забыл спросить нет вы сказали вы спросите меня что я хочу я вам сказал что меня еще раз хорошо а вы не хотите просрочку там поискать нет вы тут чем будете заниматься вообще а вы заявление хотели написать полицейском полицейского там стоит да 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 езжайте обязательно езжайте да 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 что вот я у вас вымогал выдворят кто это полиция полиция да конечно думаете выдворят да точно и вы дальше продолжите травить людей правильно я вам еще раз объясняю что у покупателя есть право выбора в принципе да мы не правы в какой-то степени что не успели это снять но вы по-хамски так себя ведете и требуйте денег от магазина нам же нужно нам же нужно вас уважать да кто-то говорил кто-то говорил кто мы я говорил я-то говорил я-то говорю не будем приходить на личности конкретно вы не говорили ваши 5 минут назад несколько что я говорю извиниться не хотите нет ни хоть не хотите нет зря зря но вы хотите передо мной зато что сменить пол кому-то нужно почему я у вас спросил хотите ли вы изменить пол, что вы не хотите сменить пол, извините за то, что вы не хотите сменить пол. А вы тут, я смотрю, шишка, да? На ровном месте. Хочет, вот, видимо, чтобы мы уважали их. Я вот честно признаюсь, я вас не уважаю. Если вы здесь занимаетесь какую-то должность в этом магазине. Мне ваше мнение абсолютно безразлично. Спасибо, спасибо за отзыв. Это официальный ответ Дикте. Честно, личностное. Нет, неофициально. Вы же на личности перешли. Я к вам обратился как к должностному лицу магазина Дикси. Не мешайте покупателям обслуживаться. Товар вам никто не пробьет. К вашему сожалению. Я покупатель. К вашему сожалению, товар вам никто не пробьет. Я покупатель, потребитель обманутый. Ты можешь улыбаться здесь сколько угодно, стоять. Хоть до утра. Магазин круглосуточный. Хорошо, спасибо, что разрешили. Видите, не надо нам уходить. Магазин круглосуточный и мы теперь будем здесь до утра. Я присяду, пожалуйста, на магазин круглосуточный. Не мешайте покупателям обслуживаться, покупки совершать. Спасибо. А куда вы сели, молодой человек? Выйдите из заказа. Вы меня только что разрешили. Вот сейчас я напишу заявление. Скажу, что видео у меня здесь не покажут. А в кассе не хватает денег. Встаньте из заказа. А, то есть вы меня обвините в крак. Из заказа в узла встаньте. А я же уменьшал, получается. Встаньте из заказа в узла. Нет, я жду полицию, все, пусть меня арестуют. Замечательно. За то, что я что-то украл. Прелестно. Давайте. Просто прелестно. Я буду свидетелем. Конечно. Однозначно. И видео тоже будет свидетельствовать. Давайте я вам улыбнусь. Да это не видео, это фото. Да не надо улыбаться. У вас улыбка-то не очень. Не очень вы, в принципе. Да. Все, зафиксировали? Да. А когда будете обращаться в органы? Мы же обратили, ждем. А, вы ждете? Конечно. Но я не обрадую. Мы обратили, ждем. В любом плане вы будете. Почему? Вы же... Не хочу. Хороший покупатель. Вам же не нравится, когда вас тратят просрочки, правильно? Если к ним, то нравится. А есть факты? Чем вы апеллируете? У вас есть факты какие-то доказательства? По факту просрочки. Что кто-то отравился и умер. Предоставьте данный факт. У вас есть такие факты. Мертвые, как говорится, не говорят. Да, зачем вы этим апеллируете? Для здоровья и создано. Да, у нас здоровье прибавляет. Да, смотрите, сильно больной. Кто я? Больной сильно. Больной? Отравился. Да, я больной. Нездоровый. Это был диагноз. А сказали, что минус 30 вообще-то. Делайте сразу, что я что-то... А меня уже обвинили в траке. Скассы, выходите, пожалуйста, молодой человек. Да вон там полиция как раз... Скассы, выйдите, пожалуйста. Да почему? Да потому что вы не имеете права в лезть на полицию. Вы же сами сказали, что можно мне присесть. В магазине, но не присесть. В смысле? Я вас спросил, я присяду, пожалуйста. Не несите глупости и не третворитесь идиотом. Ведите себя достойно, по крайней мере. Ты у меня видео есть, что вы сказали мне, что присед. По крайней мере, ведите себя адекватно хотя бы. Да она не работает. Она не работает. Это вас не волнует. От расчета косвузел, на котором сидят материально ответственные люди. Он очень ответственный. Я вам ответственно заявляю, что это ответственный человек. Вставайте с кассы. Да почему? Да потому что вы должны встать. Почему же? Потому что... Я буду работать сейчас там. Вставайте с кассы. Вставайте с кассы. Входите сюда. Пробивайте товар. Вот у вас люди. Вставайте с кассы. Сейчас там 5 рублей пропадет Я сейчас 3 сроки взял Ничего страшного А я 40 взял Возможно 159 статья, 158 А 20.1 КОАП Он это не знает Просрочку выучил Ума только хватит Куда пошел-то? Вот такой у вас собственный электорат Которому нравится видимо Вы работать не просовали пойти, молодой человек Просто работать и выполнять Какую-то общественно полезную работу Чтобы содержать себя, а не заниматься вот этим Безобразием Не получилось А вот собственно результаты старания Я же не хожу, не занимаюсь такими Мошенническими действиями, как вы Я каждое утро хожу на работу Раскладываю просрочку для детей А я вам что-то похитить хочу, да, наверное Еще раз объясняю, я деньги зарабатываю А не получаю А я что, к мошенничным действиям звоню? Я вам уже объяснила, для чего вы ходите в магазины Для того, чтобы иметь бесплатный товар Такая акция закончилась месяц назад Мы вам пытаемся это объяснить Это акция или мошенничная? Это была акция лояльности, да Которая расслабила таких мошенников, как вы То есть все, кто воспользуется этой акцией Вы собирали бесплатно товары Все, кто воспользуется этой акцией, вы считаете мошенники, правильно? Встаньте из заказца, и заказца вставайте Отдохнет дома Вставайте из заказца Из заказца встаньте, я вам ничего не говорила Вставайте отсюда Кто требует Встаньте из заказца Ты не думаешь, что не носит и денег? Встаньте, ты не надо минить Я тебе могу обгожу А ты тише разговариваешь Стал быстро со стула и вышел из расчетного послова Не буду разговаривать Я заявление буду писать о недостатке денег в кассе А на сколько все-таки недостатке? А я посчитаю на сколько Еще не придумали, да? То, что там будет минус, там все ляжет на вас Там не было Вы же не знаете, сколько там денег? Понятно Я не знаю Если там чего-то не хватает, я ждала Я думаю, ты ответишь Человек Ну, вы на него в суд, наверное, подадите, да? Нет, если я что-то взял, я готов отсидеть Если я что-то взял, я готов отсидеть Если я что-то взял, я готов отсидеть Я пойму ему объяснять Что ему нарушать человека Нет, вы не можете им На Красном Узре Алло Да Что это? Вы не можете выкладывать Вы, слушайте, закройте ничего Вот не надо, вот не надо этого Вы сейчас говорите, я вот считаю, что вы сейчас Я не вижу Кто это? Не имеете права из-за законов Противоправа А что именно нарушает человека? Нет, вы не можете именно находиться на Заживании работника наказанного аппарата Хорошо, нарушает что? Скажите Нет, скажите, нарушает что? И вы не можете выкладывать Ой, слушайте, закройте лучше Вот не надо, вот не надо этого говорить Это глупости вы сейчас говорите Я вот считаю, что вы сейчас Я не слышу вас абсолютно Вы какие-то глупости несете Мне вот это вообще не нравится То, что вы сейчас говорите Какое... Все, ничего мы не слышали Неизвестный человек какой-то подошел Все Если у вас есть какие-то проблем Когда организация Давайте напишите объяснение, да Что у вас конкретно не устраивает Вы-то будете какие действия предпринимать, скажите? Вы человек в форме полиции Я еще раз говорю Мне нужно для вас выяснить Какая у вас проблема Продажа просроченного питания по улице В таком случае напишите, я говорю, у меня объяснение, пожалуйста Сейчас, подождите Вы прослушайте сначала меня внимательно Не перебивайте человека Смотрите, по... Смотрите, 25 декабря 2018 года По адресу Стрельбищенский переулок, дом 5 Приблизительно в... Сейчас время посмотрим О Приблизительно в 17 часов Мною было обнаружено Что в магазине осуществляется продажа Просроченных продуктов питания В том числе детского питания Предназначено для детей в возрасте до 6 лет Что, я полагаю, может привести К нанесению вреда жизни и здоровью граждан И детям до 6 лет в том числе В таком случае я советую вам Написать жалобу, распределять надзор А вы отказываетесь принимать какие-либо действия Пресекать административные правонарушения и преступления Я так вас понял? Нет, я не отказываю Ну, хорошо, не отказываете? Ну, тогда давайте приступаем Давайте приступим к... Действительно, хотя бы пресечь, да? На полках магазина до сих пор продается множество Просроченных продуктов питания Мне необходимо написать... Необходимо по какому, собственно, регламенту необходимо? Чтобы я мог осуществлять свою деятельность Вы должны... То есть, если я ничего не сделал, вы ничего делать не будете Вы бездействовать будете Если я буду бездействовать, и вы будете бездействовать На данном моменте сейчас противоправно... Я тоже не вижу противоправно... А вот это вот... Хорошо, имею право приобрести данный товар Зафиксируйте рапорт, напишите, что отказ продать товар В дальнейшем, установите личность... Конечно, удостаните... У тебя даже отказ продать, а мне продали на сумму 2,5 тысячи Средки не выдают Мне не возвращают деньги А почему у вас вратон не хотят делать? Вы спросите? Я это 3 часа уже сказал Вот у меня чек на руках и продукты Нет А почему вы снимаете? Ой, а вы кто? Вы полицейский? Да Почему вы снимаете? Сотрудник чего? Дикси? Да ладно, такие красивые в полиции у нас не работают Вы что? Сотрудник полиции... А почему вы снимаете? Да кто снимает? Вас еще никто не снял Деятельность полиции гласная Вы не слышали? Деятельность полиции гласная Я поняла, ну такой жетташ Это вопрос, пожалуйста, я вам не разрешаю себе снимать Он вас услышал Отведите от меня камеру Я уже отвел Это мой коллега Вы решили его защитить? Нет, у меня еще раз вы защитили. Я вам еще раз вымирите камеру. Вы свободны. Нет, я вам еще раз вымирите камеру. Скажешь, что вы вернули мне денежные средства? Если вы какие-то вопросы, вы непосредственно должны решать в отделе, писать заявление, но не в публичном месте. Какой в отделе? Я заплатил. У нас отдел еще раз. Вы не слышите? Вы знаете законодательства? Я в принципе ситуацию поняла. У нас находится молодой сотрудник. У нас недавно работает. Давайте старого пришлем сюда. Как вас зовут? Хорошо. Меня зовут Надежда. Надежда, вы меня послушайте. Такое имя. Купил уже. Я запрещаю снимать. Надежда, вы можете мне послушать? Я сейчас хожу на больничном. И вам тоже. Я запрещаю. Так вы на больничном или на сумме? Да. Мы с вами общаемся. Давайте, вас слушаем. Я приобрел здесь товары на сумму 2500. Товар весь оказался прослушившим. Я хочу вернуть денежные средства. Не понимаете? Мне говорят, что они... Два часа назад предложили сделать вазар. А почему не... Сказали просто, что вам товар бесплатный. Вы не дадут за налогище. А почему вы не связываете... Вот вы новый человек. Верните мне деньги на карту. Мы возвращаем деньги только наличные. Вы знаете, что у него нет в себе. Вы знаете, что у него нет в себе. Вы не знаете, что у вас обращали по карте? Что у него? Житом. Где? Покажите. Нет. Он являетесь в силу? Нет. Какой-то мужик в форме просто пришел. Какой-то мужик в форме просто пришел. А вы девушка без формы. Я не сотрудник полиции, не нужно меня повторять. До меня доходит с первой попытки. Я вам еще раз говорю. Не надо еще раз повторять. Я не сотрудник полиции. Если у вас какие-то проблемы... Да у вас проблемы. Вы подошли и обратились ко мне. Если у вас какие-то проблемы, вы можете ко мне обратиться. Я вам, конечно, помогу с удовольствием. Представьте. Эти проблемы надо решать на все общего зрителя. Именно так это и надо решать. Именно так они и решатся. А почему он такой неподготовленный пришел на службу? Пускай идет в школу. Пускай учатся. Пускай учатся. Если вы хотите, чтобы вам дали помощь более квалифицированную, необходимо в лицевой отдел написать заявление. Да нет. Я хочу, чтобы меня на месте оказали. Вот этот товар. Это за этот товар вы говорите про срочную? Да. Мы не оплачиваем. Мы не оплачиваем. Мы понимаем, что мы его пересмотрим. Вот этот товар. Вот этот товар. Еще куча приобретенного товара. Необходимо это. Помощь бывает оказать. А обратиться в полицию это не необходимость. Это право. Вы не считаете, что сотрудник не может вам дать квалифицированную помощь? Конечно. Надо заменить срочно его. Нет. Вам просто нужно будет обратиться в отдел полиции. Там масса специалистов. Вы понимаете, что надо по факту, чтобы приехали сотрудники, сделали опись. Опись продуктов. Давайте хотя бы пресечем это преступление. Давайте преступление пресечем. Сейчас должна приехать. Изучайте. Следственная оперативная группа должна приехать. опечатать. Все это описать. Изъять. И завести акт. Хорошо. Был поступок, был звонок в дежурную часть. В смысле? Мы купили у вас просрочно. Да. Только мы и вызвали. У нас достаточно куплен детского питания. Это задолонство. То, что не продали, это вам повезло. Да не будем мы писать. Мы здесь до посинения. Мы из заявления. Это мой парень. Все вот и сидите. А вы уже в декабре. Это ваш последний крайне рабочий день будет. Вот и все. Вот и все. В пятерочку можете уйти. Это неизвестное лицо. А вы являетесь руководителем, да? У нее глаз болит. Ну, девушка, я вам еще раз советую. Просто я думала, что какой-то вопрос скоро не скажешь. Здесь совершено преступление. Все. Сотрудник, к сожалению, пока ничего не делает. Поэтому к нему претензии. Я такой выбор делаю. Сотрудник у нас... Не надо... Не нужно никогда оправдывать свои какие-то нарушения чем-то другими нарушениями. Я не считаю, что он нарушил. Вот с чего вы сделали, что он нарушил? Давайте мы сейчас будем разбираться вот в рамках... Где же там? Подойдет наш сотрудник. Я понимаю, что вы уже начинаете под эту гребенку всех просто... Нет. Если бы он сейчас подошел бы, закрыл магазин, напечатал товар, а он же просто ходит и созванивается. Он не правонерен закрывать, чтобы закрыть магазин. Он же участковый? И что? Ну давайте тогда... Следственные действия он может проводить? На основании... Следственные действия он может проводить? Подождите. Следственные действия может проводить? Следственные... Закрытие магазина и препятствия работы может быть... Это не препятствия работы. А что? Это ограничение доступа на место происшествия. О, я в следующий раз так и скажу, когда место опечатаю, я тоже так зайду. Хорошо, и поэтому я лично вызывал сюда следствие оперативную группу. Давайте. Поэтому я говорю, замените участкового. Хорошо, а вы вообще кто? Какая служба? Служба? Ой. Вы гражданские, вы просто не принадлежите. Я на службе нахожусь. Ты вообще из следственного комитета, молодцы. Хватит сдавать своих. Леонида, действительно, давайте заменим наследственно-оперативную группу. Я думаю, что он уже созванивается. Очень долго. Если мы звонили в дежурную часть, ну простите, это центр, и много поступают сообщения, и не все могут... Ну, видите, сколько здесь посетителей, они до сих пор это все покупают. Это не наше, это мы заботимся о гражданах. Я еще раз говорю, что если вы заблудитесь о гражданах, то не в полиции. Хорошо, вы сделали правильно, но как бы более-менее нужно... Ну, меня уже начинает раздражать то, что ничего не происходит. Да. У вас контрольная закупка не будет? Не контрольная. Что, у вас урэ? Что это? Ничего не будет. Он молодой. Говорит, контроль качества. А я вас вообще не знаю. Вы дальний человек судят. Я вас тоже не знаю. Вы не ругайте, у нас враг другой. Вы сейчас чёрны. Она тоже в полиции... Да пускай. Не, Надежда молодец. Надежда вступила из-за своего коллегу. Нет, я понимаю, но сейчас не Надежда нас интересует. Ну, у нас появилась Надежда, что Надежда нам поможет, можно, звонком. Своим коллегам. Я как понимаю... Видимо, он сейчас уже созвонится с руководством. Он очень обеспечительный. Он только кончил вуз. И он недавно назначился к нам вуз. Я ещё раз говорю. Ребята, крестное очень большое время. И все сотрудники могут выехать во-первых в вашем узел. Такая разница. Такая разница. Такая разница. Такая разница. Так мы и ждём. Для этого вам лучше было бы явиться на отдел. Тем более дело... Так они... Хорошо вот это куда делать? Нет, куда вот это делать? Я смотрю, у вас много, да? Я сам за себя так ию. Ладно, почему во всех отделах города Москвы всё умеют делать, да? Я вам ещё раз говорю. Вы знаете, как у нас вообще в связи с большим числом населения, какая загруженность... Самый большой числом населения в Москве, правильно? У нас Крестницкий отдел является самым большим отделом в центре Москвы. По САУ он является самым большим. Не все сотрудники могут явиться по первому вашему зову. Естественно, если преступление является тяжким... Тяжким? Тяжким? Против детей? Ребят, ну тут детского ракетовая... Вон там ещё... Ну хорошо, вот это что? Это всё прекрасно! Вот гужка! Это уже считается тяжким. Это прекрасно. Речь идёт о детях. Ну аккуратнее в выражениях. Как бы, я тут с вами согласен, пончик вообще ни о чём. Ну колбаска. А вот это вот, конечно, больше всего заботит. А это вот полная тележка. Естественно, это не хорошо всё выглядит. Вам ещё скоро можно только организовать... Надежда, нам нужно что? Нам нужно, чтобы он сделал осмотр местного происшествия. Посмотрите, если мы безграмотные... Мы, например, безграмотные люди, юридически не подкованы, ничего не знаем. Не мы должны вас спросить, что делать, а вы должны знать свой порядок действий, как людям помочь. Да, мы просто заявили вам о факте. Мы заверли вас. Решите наше... Да, устное заявление уже подано. В дежурную часть. Ну вот и мы, я только что... Я вот только что участковому подавал устное заявление. Не знаю. А я дежурную часть. Зарегистрирует он его или не зарегистрирует, я не знаю. Если сотрудник выхода, то заявление уже является зарегистрированным. Так я другой, я от него звание даю. Ум, поэтому я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Зарегистрирует он его было солью. Он ее подкакует. Я не знаю. Это же одна. Важная часть. Так я не знаю. Я не знаю. Я знаю. Я немножко проверяю. Я не знаю. Быть ли они поясними. Субтитры создавал DimaTorzok